На минувшей неделе неожиданно для местных СМИ собрал журналистов руководителя знаменитого теперь уже ПСК-6 Андрея Иносков, обычно сторонившийся любой гласности. Главный тезис и в откровении ему башкирские власти через Рената Баширова, заместители главы администрации Ради Хабирова, объявили ультиматум. Ну вот он же не глупый человек, матерый, опытный строитель, бизнесмен, вот как и тот же Салихов, который возглавляет другую строительную империю, Жилстроинвест, который ранее тоже выступил с подобной же, скажем, критикой. Вот зачем им нужна конфронтация с властями? Что стоит за Димаршем Носкова и более ранним по времени публичным обращением к народу в соцсетях Салихова? На самом деле здесь все очень просто. На мой взгляд, здесь за этим стоит исчерпание всех ресурсов переговоров, потому что я точно знаю, что строительная сфера, это сфера достаточно тихая, спокойная, кулуарная. Многие вопросы решаются в тиши кабинетов и так далее. Никогда не были склонны башкирские строители к каким-то скандалам, выяснениям отношений, особенно с городскими или республиканскими властями, это очевидно. И вот когда две крупные компании вышли с такими публичными заявлениями на арену и не гнушаясь ничем, в общем-то уже приводя конкретные примеры и называя конкретные фамилии, заявили о том, что конфликт уже дошел до такой стадии, ну, я констатирую, что противоположная сторона, именно руководство города и республики, ну, не способны к каким-то переговорам, договоренностям и так далее. То есть, либо это действительно принципиальное противостояние, либо это непонимание того, что нужно находить какие-то точки соприкосновения, находить какие-то компромиссы. Собственно, вот в этом причина столь резких выступлений Носкова и Сальхова. Непонимание со стороны кого? Непонимание, естественно, со стороны властей города и республики. То есть, в числе тех, кто сейчас считается властью в республике Башкортостан, достаточно мало профессионалов в строительстве или людей, хоть сколько-нибудь понимающих в строительстве. Особенно, когда речь идет о каком-нибудь Ренате Баширове, то есть, ну, где он и где строительство. Но, тем не менее, он почему-то является там каким-то движущим фактором всего этого. Человеком, который формулирует эти ультиматумы, называет какие-то цифры, выдвигает какие-то условия и так далее. То есть, видимо, вот в этом причина. То есть, Ренат Баширов человек, конечно, обширных талантов и многообразен в своем профессиональной своей реализации. То есть, он там и в Минфине поработал, и в администрации президента, и где только не работал. Но ни разу не был замечен в каких-то строительных процессах. Соответственно, я констатирую, что с противоположной стороны были выбраны неудачные, условно говоря, кураторы этой всей ситуации. Ну, видимо, вот и это одна из причин подобного скандализации всех этих процессов. И что же дальше? Вот тот же Салехов, тот же Анасков, они же понимают, что выступив таким образом, они, в принципе, стали уже по другую сторону баррикад. Безусловно, но еще раз повторю. Ситуация дошла до крайности в каком аспекте? Вот приезжает человек и говорит, я останавливаю вашу стройку. Каждый, кто сколько-нибудь сталкивался со строительством, даже индивидуального жилого дома, я не говорю про квартирные дома, в городах, понимает, что этот процесс связан с огромным количеством документальных согласований, утверждений, разработок, планировок, проектов и так далее. И все эти вещи, все эти процессы останавливаются одним простым ударом ноги об землю. То есть вы здесь строить не будете. Ну, они впали в некую прострацию, они не понимают, как это работает, то есть что значит. А может быть приедет кто-нибудь другой, снова топнет и скажет, что вы здесь строить будете, то есть может быть мы перешли вот к таким вещам. То есть, по сути, башкирская власть перешла к понятийному способу решения проблем. То есть, презрев закон, вот это сборище юристов, на самом деле они, почти все юристы и выпускники почти все одного и того же прославленного юридического вуза, они все пользуются не законными методами, а методами, связанными в основном с понятиями. Я сказал, вы здесь строить не будете. Вот, собственно, вся методика регулирования строительной сферы в республике Башкортостан и в Уфе. Ну, то есть, вы согласны с тем, что сейчас сложилась патовая ситуация? Одни сказали свою точку зрения, другие им завернули ласты, как говорят, в соответствующих, так сказать, категориях населения нашего. И что дальше? Ну, здесь дальше либо мы будем наблюдать торжество закона, либо мы будем наблюдать торжество понятий. Очень интересная ситуация. То есть, если мы в ближайшее время увидим, что, минуя все законные процедуры, у нас восторжествуют понятия, тогда нужно делать выбор, что теперь мы живем по понятиям, сделать, ну, соответственные выводы и для себя умозаключения, ну, и опираться на этот вывод. Это важно, потому что люди, наивно полагающие, что они живут по закону и сталкивающиеся с понятиями, они попадают в очень неприятные ситуации. То есть, это вот было там в ранние годы советской власти и прочее. То есть, люди некоторые, например, наивно полагали, что там есть закон, есть право, есть имущество, и мы как бы чем-то защищены. А пришли люди там, значит, с красными бантами и все это дело отняли. А вот здесь нет элемента шантажа. Вот я к тому, что сегодня уже такая образца информации, что вот да, мы, застройщики, мотивируя, уйдем, а стоимость квадратных метров жилья будет подниматься, она уже где-то за 100 тысяч. И вот вы будете вынуждены все равно признать нашу правоту. Или здесь нет такого способа шантажа? В любом конфликте всегда есть манипулирование друг другом. Это обычное, в общем-то, явление. Я не вижу пока серьезного проявления каких-то вот таких вот вещей, как шантаж со стороны застройщиков, хотя не могли бы. Вот я еще ни разу не слышал о том, что, например, кто-нибудь из них сказал, у меня за мной 10 тысяч дольщиков, я сейчас остановлю стройку, и там дольщики снесут ваш Белый дом. А, между прочим, так оно и будет. Но это еще не прозвучало. И тут надо им как бы отдать должное и Салихову, и Москову, и прочим. Они не единственные, кто попали в эту ситуацию. Пока только они выступили публично. На самом деле, по моим сведениям, это значительно большее количество строительных компаний. Просто кто-то из них, ну, как бы склоня голову, принял условия господина Баширова. Весьма обременительные, прямо скажем, условия. Кто-то еще раздумывает, кто-то пока помалкивает, но вот эти двое уже нет. Вот как бы так. Но насчет шантажа пока еще шантажа нет. Вот вы сказали дольщики. Я давно, в принципе, присматриваюсь вот к этому феномену наших дней. Вот эти дольщики. Вот активисты среди дольщиков, я не говорю о людей, которые, в принципе, вложили в строительство свои последние деньги какие-то, вот их много. Но меня интересуют вот эти персонали, активисты среди дольщиков. Это, как вы считаете, это профессиональные бузатеры, ангажированные стройбизнесом люди или же опытные риэлторы? Вот сегодня у нас на утреннем развороте здесь, в этой студии, была некая Федорова, ну, по онлайн. Потом другая. Яковлева. Яковлева, да. Вот эта Федорова, она в дольщиках и на Шатару Ставелли, и на Конституции. И она при этом была спокойна, как у дав. Она знает людей в мэрии, глав архитуре, в ПСК-6. То есть она действительно подпадает под категорию такого риэлтора, который, в принципе, сейчас купает дешевые метры на нулевом цикле, чтобы потом за дорого, естественно, хорошо продать, когда дом будет сдан. Вот так вот, кто эти дольщики, активисты, дольщики, по вашему мнению? Ну, во-первых, Федорова не является риэлтором и человеком, который перепродает квартиры. Я не знаю, кто вам подсказал эту идею. Нет, это мои догадки. Вот я прав или не прав? Нет, вы не правы. Это не так. Это во-первых. Во-вторых, я вот много лет занимаюсь обманутыми дольщиками, вернее, участвую в их процессах, наблюдаю их, освещаю их. Я знаю, как появляются эти активисты, откуда они появляются. И здесь очень просто всё. Масса людей, покупающих квартиры в каком-то доме, либо в каком-то микрорайоне, в каком-то проекте, это обычный набор очень разных людей. От малообразованных до высокообразованных, от малоактивных до не очень активных. И вот присутствуя на многих собраниях дольщиков, когда вот уже проблема началась, всё, значит, огромная просрочка сроков и так далее, люди собираются и начинают просто разговаривать, что делать. Сразу видно, кто-то, один говорит, я милиционер, мне нельзя. Ну, то есть, там другая говорит, я учительница, мне нельзя. А появляются люди, которые говорят, а нам можно, мы хотим, мы будем. То есть, идёт нормальный... Ну, почему нельзя тому же милиционеру, милиционеру за свои миллионы, скажем там, любому глобку переговорить? Речь идёт о публичности выступлений и так далее. Ну, так мыслят милиционеры, так мыслят учителя. Но появляются обязательно люди, которые говорят, а мы будем, мы хотим защитить свои деньги. Хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, другой феномен объясните. Почему активисты среди дольщиков хорошо потом вполне себе устраиваются? Вот взять тоже Гайсина. Она никогда дольщицей не была. Ну, она ведь лоббировала интересы дольщиков. Ну, вы тогда... Защищала гонки. Давайте терминологически определимся. Вот эти примкнувшие интересанты или дольщики? Командиры. Командиры дольщиков. Они не командиры, это люди, которые присасываются к процессу, которые извлекают из этого политические, экономические... Хорошо, вот даже Яковлева, например, я её встречал... Она не дольщица? Тоже не дольщица, но она ведь опять активистка. Она протестует против застройки. Андрей, подождите, но я её встречал на закрытой журналистской тусовке. Она уже, как кажется, вошла в медийную тусовку. То есть люди, которые держали флаг над головой у дольщиков... Она не держала флаг над головой у дольщиков, она против дольщиков. Яковлева против застройки. Она жительница соседнего дома. Гайсина. Гайсина никогда не была дольщицей. Она как бы юрист. Понимаете, в чём дело? Я вспомнил в связи с этим такого товарища по фамилии Столяров. Он возглавлял очень долгие годы движение против микрорайона «Солнечный». В результате чего, конечно, отжали этот микрорайон, его главная застройщика, передали другим. И как-то в одном из сюжетов я увидел этого Столярова уже. Он возглавляет ТСЖ «Солнечного». То есть не зря человек хлопотал, по-моему, в 2 или 3 года. Я не очень понимаю, мы сейчас о ком говорим? О дольщиках или о людях, которые пользуются этой проблемой? В бузатёрах. Ну, это сложно. Понимаете, о чём дело? Я не понимаю, кого вы таковы называете. Хорошо, Андрей. Есть конкретные дольщики. Вот мадам Фёдорова выступила сегодня с утра в эфире. Она действительно дольщица, она вложила деньги. Её мнение можно воспринимать как мнение дольщиков. Мнение Яковлевой как мнение жителей дома по улице Конституции 5. Воспринимать нельзя, потому что она не жительница дома Конституции 5. Она именно тот самый бузатёр, который бегает от адреса к адресу и зачем-то это всё делает. Я пока не буду говорить зачем, потому что тут же, видимо, начнутся всякие претензии, разговоры. Но давайте рассуждать как взрослые люди. Зачем взрослые и половозрелые швье нужно заниматься протестным движением в отношении разных адресов и разных точек строительства в Уфе? Она ведь приезжала не только на Конституцию 5. Она приезжала и на другие объекты. Там где-то что-то пыталась агитировать. И говорила о том, что она обеспечит защиту интересов людей, потому что она, например, может разговаривать с Грековым. Потому что у неё есть какие-то такие странные мистические полномочия и так далее. Вот это и есть бузатёры. Вот это и есть бузатёры. Но понимаете, о чём дело? Я почему их привёл? К тому, что если бы не было вот этих вот лидеров движения дольщиков, то не было бы возможных скандалов. Потому что и Носкову, и Сареху, и другим застройщикам выгодно вот эти вот такие инициаторы, которые будируют общественное мнение. Так вы о ком говорите? Нет. Лидером дольщиков ПСК-6 кто является? Нет. Я вообще говорю о явлении. Потому что, видите ли, в чём дело? У нас сегодня власть прислушивается мнению общественности. В главе общественности стоит какой-нибудь такой, какая-то Жанна Д'Арк, скажем, вот по сегодняшним реалиям. Это случайно или не случайно? Или просто история выносит таких людей на гребень? Общество устроено так, что в каком-то сообществе всегда возникают лидеры. Значит, если бы не было лидеров обманутых дольщиков, но от этого бы не исчезла проблема обманутых дольщиков. А если есть проблема и есть сообщество, значит, у них появляются лидеры. То есть мы говорим о достаточно абсурдных вещах, то есть вот взять Миловский парк. Там огромное количество обманутых дольщиков, среди них есть некоторое количество активистов, которые там сидят в этих палаточных лагерях, дают интервью. Да, я смотрел ваш выпуск. И прочее, прочее, да. То есть вот это типичный пример того, как развивается этот процесс, как внутри него возникают лидеры, а это неизбежно. Потому что один милиционер, а другой не милиционер. Вот и все. Обстоятельства у людей разные. Разные культурные уровни, разные образовательные уровни. Кто-то юрист, кто-то не очень и так далее. У кого-то папа юрист. Соответственно, как бы здесь мы говорим о процессах абсолютно естественных, но инициированных проблемой. Бороться надо с проблемой, а не с лидерами. С проблемой, а не с ее, значит, проявлениями где-то там в общественном пространстве. Вот в чем дело. Я не случайно вспомнил вот этого Столярова, который в течение двух-трех лет возглавлял движение против застройщика Солнечного. В результате ведь это и получилось. То есть тогда была обкатана вот эта схема, когда, пользуясь, скажем, фоном возмущения у людей, застройщики либо добивают своего, либо застройщиков, скажем так, убирают. Так оно и получилось в данном случае. Возможно, существуют некие технологии у властей, у тех, кто пытается манипулировать этими вещами. У властей, у застройщиков, и у строителей, или у конкурентов. Безусловно, но теперь мы видим обратную историю. То, что Ренат Баширов возглавил и манипулирует, по сути, вот этими людьми, и Яковлевой, и Гайсиной, и прочими людьми. То есть это говорит о том, что власть переняла вот эту технологию, ну, не очень чистоплотной конкуренции. И Ренат Баширов теперь, значит, манипулирует вот этими девушками, имитируя общественное движение, общественное мнение. Потому что если копнуть глубже, то количество людей, протестовавших на Шатару ставили пять, ну, можно посчитать там по пальцам двух рук. Но громко кричим. Громко кричим. А какую политику при этом ведет Баширов? Вот что вы можете предположить? Ну, я лично не предполагаю ничего на данный момент, по крайней мере, воздержусь от своих предположений. Но Носков заявил прямо, что речь идет о переделе рынка. То есть Ренат Баширов, не будучи ни строителем, ни человеком, каким образом связанным с строительной сферой, внезапно возжелал перераспределить доли строительного рынка. Таково предположение Андрея Носкова. Ну, так это или не так покажет время. Потому что перераспределять надо в чью-то пользу, как только появится... Да, вот я и хотел спросить, а в пользу кого работает Баширов? Как только у нас появится какой-нибудь самолет или какой-нибудь, значит, крупный игрок из Москвы... А самолет этого условно сказать? Нет, самолет это название строительной компании. А вот это же. Либо еще какой-нибудь крупный строительный холдинг из Москвы, тогда мы поймем, в чью пользу это все делалось. Но тут есть одно но. Московские строители не очень стремятся на башкирский рынок. А Красногорские? Ну, это примерно одно и то же. Подмосковные строители, они чуть беднее московских, условно говоря. Но речь идет о марже. Строительство квартирного дома в любой точке, ну, при примерно равных климатических условиях, обходится примерно в одинаковые деньги. А вот цена квадратного метра очень разная. Даже в Подмосковье значительно дороже жилье, чем в Башкирии, я не говорю уже про Москву. Потому... А ресурсы ограничены. Потому как бы строительные компании весьма, ну, как бы осторожно подходят к выходу в регионы, тем более в такой вот нестабильный турбулентный регион, как Башкортостан. То есть, ну, не равен час завтра этих башировых и прочих не будет. А кто защитит интересы вот этих вот, ну, новоявленных строителей здесь в Башкирии? То есть, они прекрасно эти вещи понимают. Так что, ну, я бы пока поостерегся говорить, что там кого-то уже конкретно начинают заводить, но вполне возможно, просто расчищают территорию. Хорошо, у нас еще вот минуты до ухода на перерыв. Скажите, пожалуйста, ну, мое предположение о том, что вот эти активисты среди дольщиков, это своеобразные заслонения казачьих, это бредовое предположение, или есть под этим какая-то основа? Ну, еще раз повторю, про активистов среди дольщиков ни Яковлева, ни Гайсина дольщиками не являются. Я имею в виду настоящих дольщиков. Конечно, это люди, которые мотивированы своими собственными интересами, в первую очередь. Такими они получили от застройщика деньги? Нет, они вложили деньги в квартиру Азамат. Тогда это дольщики? Это я про дольщиков и говорю. Вы мне про дольщиков, и я вам про дольщиков. А я про активистов. А активисты дольщики или активисты Гайсина? Активисты Гайсина, Яковлева, Федорова. Этих людей я вообще не считаю. Нет, Федорова дольщица. Ну, как это дольщица, если она в двух домах сразу покупает квартиры? Это риэлтор. Профессиональный риэлтор. Вы так решили, или вам так кажется? Кажется. Ну, вот так и оговариваемся. Так вот, значит, на самом деле активисты Гайсины и Яковлевы, это, безусловно, люди, исполняющие чьи-то заказы, либо преследующие собственные интересы. Андрей, у нас время наступает в Федеральной России. Давайте мы передышку небольшую возьмем, а потом опять вернется в прямой эфир. Политтехнолог Андрей Патрицынг, с которым мы в первой половине дня заспорили на строительную тему. И я тут, наверное, несколько был неправ, может быть, в терминах. Я прошу сразу извинить меня настоящих дольщиков, которые пострадали. Но, тем не менее, меня, честно говоря, интересовала фигура вот человека, который возглавляет движение дольщиков. И я усомнился в том, что они искренние и люди без квадратных метров, вложившие последние деньги. Но на этом испытательном разошлись. Каждый остается при своем мнении. Я понимаю, что готов принять на себя определенную долю критики от дольщиков. Ради бога, извините. И я, честно говоря, не хотел вас в этом обидеть. Я, тем не менее, продолжаю все-таки строительную тему. Я не знаю, до выборов мы дойдем, Андрей, с вами сегодня или нет. Но вот, глядите. Вот еще одна тема. Во времена позднего Рахимова, назовем это так, я как-то пригласил на эфир проекта «Уфимский разворот», который выходил в те годы у «Эхо Москвы» на телеканале «Вся Уфа» Рашид Асаттарова, заместителя уфимского мэра Качкаева. Тогда вот Рашид Фанисович высыл интересный рецепт. Взять и запретить навеки вечное точное строительство в башкирской столице. Вот, может, в этом и есть вся сельмяжная суть вот этой проблемы? Безусловно. Ну, Рашид Фанисович мудрейший из администраторов в городе Уфе и в республике, из тех, которых я знаю, и он, как говорится, зря не скажет. Ну, начнем с того, что действительно вот подоплека всех проблем, многих проблем, которые существуют в городе, это действительно странное поведение администрации города в отношении точных застроек. Почему-то не воюют с застройщиком Баутским, почему-то не воюют с многими другими застройщиками, которые там действительно втыкают один дом посреди других, значит, домов, да, тем самым сокращая жизненное пространство жильцов и так далее. Но когда речь заходит о крупных объектах, о районной застройке, значит, комплексной застройке, то, что касается жилстроинвеста, то, что касается по СК-6, это более жирные куски. И вот здесь появляются Ренаты Башировы, значит, со своими предложениями или, как сказал Носков, ультиматумами. Вот это меня действительно смущало и смущает до сих пор. В корне любой точечной застройки лежит благоволение к этому процессу, со стороны администрации города. Ну, попробуйте что-нибудь построить без разрешения администрации. Ну, землю попробуйте начать копать. К вам прибежит сразу 15 участковых и 10 инспекторов, и подъедет замглава администрации района с вопросами, что происходит. Любая точечная застройка спровоцирована и одобрена, не знаю, с какой мотивацией администрации города. Андрей, но ведь точечная застройка, это не просто одиночный небоскреб. Точечная застройка и этот жилой микрорайон. Нет, конечно. Точечная застройка, это отдельно стоящее здание. Сегодня в Уфе палец некуда всунуть, чтобы, скажем, у нас Кошкин лес. Садовое кольцо, комплексная застройка. Это легкие Уфы. Вот сегодня доходит до меня информация, что уже застройщики облюбовали для себя вот этот лесополосу вдоль Менделеева. Так там уже строят, там уже вырубили лес. Вот. А кто разрешил? Вот понимаете, в чем дело, может быть. Нет, кто разрешил? А давайте пофантазировать. Нет, простой вопрос. Кто разрешил? Вот давайте пофантазируем. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое, что вот завтра вдруг ради речи Хабиров опять топит с ногой? Подписывает указ. С завтрашнего дня, с 19 мая, завтра 19-е, запрещается любое точечное строительство Уфе не только отдельных зданий, но и жилых. Стоп. Ну, нет, значит, в любых таких указах должна быть формулировка. Уфе есть. Что значит точечная застройка? Точечная застройка должна быть сформулирована. Один, два, три, десять домов. Более того, еще раз, Радий Фаридович, конечно, такой указ может издать, я не удивлюсь, но существует градостроительный кодекс, существует много федеральных законов, согласно которым действуют строители, а вовсе не согласно, значит, там, прихотям или представлениям об этих процессах со стороны каких-то вот местных сельских чиновников. Вот в чем дело. Андрей... Понимаете, существует федеральное законодательство. Я понимаю. А вот это вот хотелки и представления, вот даже вы, Азамат, не можете сформулировать, что такое точечная застройка. Могу. Вот для вас точечная застройка, это много домов. Нет. Я вам скажу, на чем, скажем, чем я руководствуюсь. Глядите. Земля Уфы, поверхность нашего города любимого, она утяжелена зданиями. И мы давно уже, десятилетиями говорим о том, что нужна карта, сейсмокарта Уфы. У нас карта... Немножко другой вопрос. Подождите, Андрей. Подождите, Андрей. Я вас слушал. Карта твоя пустота. Если вдруг в один прекрасный день недавно сданное высотное здание обрушится ночью, и, не дай бог, погибнут люди, тогда мы сразу найдем геологов, сейсмологов, будем составлять подземную карту Уфы, и придем к выводу, что Уфу нельзя утяжелять больше домами. Надо выходить за пределы Уфы. Расширяйте. Но там же ведь тогда застройщикам нужно будет коммуникации прокладывать, подстанции теплоэлектроснабжения, газ тянуть надо. А это уже дорого. Ему и Носкову, и Салихову, им гораздо интереснее и выгоднее строить там, где они уже коммуникации есть. С другой стороны, система, статус-кво. Людям, чиновникам, которые дают разрешение на строительство, тоже нужно жить, тоже нужны откаты. Вы тут все в кучу собрали. Давайте я вам задам один простой вопрос. На улице Карла Маркса возводится достаточно массивное и, соответственно, очень тяжелое здание Верховного суда. Была проведена карстовая экспертиза? Нет, конечно, наверняка. Так вот, речь идет не просто о новых постройках, речь идет вообще о всех постройках, которые существуют в Уфе. Значит, риски карстовых катастроф присутствуют, карстовых залеганий отсутствуют. Соответственно, может быть, действительно, власти нужно сейчас создать эту карту, наложить на нее реальную картину сейчас существующего Башкирии в Уфе и ответить на вопрос, где существует риск провала, где не существует. Вот этим должна заниматься власть. Понимаете? А не ультиматумами Баширова, вот этими странными ассоциациями и прочей фигней. И тогда уже, имея вот эту карту подземных, карстового пустот под Уфой, властям Уфы, властям республики... Мы несколько отклонились от темы точных застроек. Легко будет отбиться, скажем, от возможных судебных исков застройщика, что вот у меня лишили, отозвали разрешение. Так вот на основании вот этой карты можно отозвать все разрешения. И с завтрашнего дня запретить точные строительства Уфе. Азамат, вы ищите рецепт запретить все? В Уфе, да. Точное строительство. Нет, сейчас вы сказали, что вот это и будет способом запретить любому застройщику любое строительство. То есть вы тут, конечно, дали замечательный рецепт башкирской власти, замечательный как бы инструмент им в руки. Посоветовали Ренату Баширову перестать делать ультиматумы, получить некий в руки инструмент. На самом деле, конечно, это не дело. Мы не можем не строить. У нас стоит план увеличить до 3 миллионов квадратных метров ввод жилья в Башкирии. А мы кое-как сейчас открутились от вопросов со стороны федеральных структур по объему ввода жилья, включив в общий объем каждую сарайку, каждую собачью будку, кое-как обеспечив эту статистику прошлого года. Мы в 2021 году получим провал по вводу жилья. Республике, населению, стране нужно жилье. Опять попахиваешь шантажом. Это не шантаж. Это сложная задача, которую нужно решать. Вы мыслите простыми категориями. Как бы нам ловче топнуть ногой? Но земель-то много. Зу, Фимия, Затон. Стройте там, пожалуйста. Тяните коммуникации. Стройте микрорайонами. Я вам по секрету скажу. Мы вам только спасибо скажем. Я вам по секрету скажу. Пробив вот эту дыру в горе, под названием Восточный выезд, мы с вами получим замечательный, огромный новый город. Вот там, за рекой. И там все это и будет, о чем вы говорите. И в сторону Затона, Драхнахостон. Туда тоже можно. Ради бога, да. В сторону Шакши, в сторону Нурши. Только с землей Министерства обороны бы разобраться как-нибудь там, в сторону Затона. Не, ну, где-то... В сторону Шакши нормальные люди не очень хотят жить. Там пахнет дурно. Азамат, вот в том-то и штука, понимаете? Дема. У нас вообще в сторону Слета можно строить. Вот аристократ замечательный дом построили с золотыми игрушами и так далее, да? Жилстроинвест, собственно, и построил. Почему-то там хотят жить приличные люди с хорошими деньгами. Почему они не едут в Шакшу? Почему они не едут в Затон или еще куда-нибудь, да? Ну, стройте там, где люди хотят жить. Но не в самом городе. Но город перенасыщен. А люди хотят жить в городе. Город перенасыщен домами. Я вам объясняю. Это сложная задача, которая на самом деле не имеет однозначного решения, и ударом ноги об землю она точно не решается. Вот так, как казалось Раде Фаридовичу, что вот можно топнуть, и вдруг все наладится. Нет. Нужно искать решение. Но степ-бай-степ надо начинать с чего-то. Да, есть специально обученные люди с образованием и прочим, и я говорю вовсе не о мадам Сарапловой, а о более квалифицированных людях, которых нужно привлекать в Уфу. В Уфе большая проблема со строительством и с застройщиками. Ее нужно решать. Топанием ногами, окраской скамеечек и прочей ерундой не обойтись. Понимаете? Нужно искать квалифицированные, сложные решения. Выгнать всех на выселки застройщиков. Туда не хотят ехать люди. Там дорого строить. Там нет коммуникаций. В городе нет места. Город забит, перенасыщен, карстовые проблемы и так далее. Все это нужно. Вот это и есть большая проблема. Наши власти, башкирские, сейчас не умеют решать сложные проблемы. Понимаете? Им что-нибудь попроще. Здесь ногой топнул. Тут Рената Баширова послал на переговоры. То есть вот такая вот методика. Это не годится. Это ведет к конфликтам, которые мы сейчас наблюдаем. Это ведет к повышению цен, которые мы сейчас наблюдаем. Это ведет к строительному коллапсу, который мы, не дай бог, будем наблюдать к концу года. Понимаете? Никакой самолет сюда не придет. Им эта башкирия с такой турбулентностью в гробу не видна была. Андрей, мы ведь пытаемся, скажем, обсуждая эту тему каким-то, может быть, рецептом. Мы ищем, мы с вами хоть ищем что-то, а нет-то нет. Но составление карты карстового пустота подухой... Это одна из проблем. Вот маленькая, одна. Нет, я же сказал, не дай бог, когда-нибудь новострой провалится в эту пустоту. А если старый дом провалится, вам будет легче от этого? Если Урал-Сиб провалится или еще какой-нибудь небоскреб, это будет ничего нормального, терпимо? Нет, я после этого, если, не дай бог, погибнет один, два, три, а может и больше людей, мы найдем деньги людей, специалистов, начнем рисовать карты карстового пустота. Еще раз, это и есть прямая обязанность властей, вообще властей, обеспечения безопасности жизни и проживания граждан на территории, веренном им региона. И объявить мониторинг на выданное ранее разрешение под строительство, поточное строительство. Действительно, и первым делом проверьте разрешение Садовому кольцу. Да нет, и им тоже. Да им, и им тоже, а им первым нужно выдать вот это предписание проверки их разрешения и так далее. Прокуратура дала оценку уже и разрешению Садовому кольцу. Понимаете? То есть, Азамат, нужно не искать возможности запретить, а нужно искать возможности, чтобы были учтены интересы всех сторон. Можно ли в данном случае сказать, что вот эта строительная война, она возникла потому, что и тем, и другим выгоден подобный статус-кво? Нет. Нельзя так сказать. Чиновникам, которые дают разрешение своим или не своим застройщикам, вернее, своим и отбирающим у не своих застройщиков. Застройщикам выгодно ставить свечки в городе, потому что ему не нужно тащить коммуникации, ему не нужно тратиться на создание определенного, скажем, объекта в соску. Все, что вы сейчас перечислили, никак не связано с друг другом, но абсолютно верно. То есть, это не связанные процессы. Одно дело выгода чиновников, другое дело выгода застройщиков. Но ведь по закону формальной логики, если один посыл есть и второй посыл, то следует вывод. Значит, надо менять, искать третий вариант. Нет, ничего. Они их сменили. Понимаете, естественным путем или противоестественным путем у нас сменился состав мэрии не так давно. И вот нынешняя мэрия уже отменяет решение предыдущей. Вот все, что делает Греков, я понимаю, что он человек абсолютно несамостоятельный. Я понимаю, что ему там сзади него маячит тень отца Гамлета или Рената Баширова, я не знаю, какая там тень маячит, и чего-то там ему шепчет в ухо. Но бедный Йорик все равно, вот этот вот Греков, он все равно принимает решение, опровергающее решение мэрии Мустафина. К чему мы катимся? Мэрия – это однозначный орган власти. У нее есть однозначный принцип преемственности решений. То есть документы, подписанные мэрией, неважно, какая фамилия была мэра, это законный документ. Сейчас они, вот эти вот флебустьеры во власти в городской, они пытаются, значит, перехватить это все, отменить много решений, которые были приняты буквально еще недавно предыдущей итерации мэрии, да и, собственно, решение Елалова нельзя отменять, потому что это, ну, все равно преемственность решений. Мы тогда катимся до чего? Мы отменим решение Качкаева? Вот тут уже Сергею Николаевичу придется туго, потому что Павел Рюрикович – это вам не Елалов. Он как бы, от него ответочка прилетит, мало не покажется. То есть давайте не будем вот в эти погружаться в дебри беззакония, а действовать путем поиска решений. Так вот, надо строить, наверное, нормальную, теперь уже внятную, понятную позицию, систему. Конечно, ее нет. Вот, глядите, в свое время Хамитов употребил такой термин – эти жучки-паучки, помните? Да-да-да. Он назвал этими жучками-паучками тех, кто скупил земли, свободные земли в Уфе, и потом в ожидании хорошего, скажем, продавца он, скажем, выжидает. Дело в том, что если мы наконец-то придем все к одной мысли, что до сегодняшнего дня система разрешения на застройку самой Уфы была в корне неправильной, и надо нам ломать кардинально все, и отменить, скажем, решение того же Качкаева, Елалова. Нет-нет-нет, Азамат, не продолжайте. Тогда случится страшное. Что случится? Тогда раздастся звонок из Москвы. Дело в том, что все эти процессы идут согласно федеральных законов. Да, я понимаю. И мы на региональном уровне, ни мы с вами, ни мэрия, ни даже Хабиров не вправе оспаривать федеральные законы. Существуют законы, которые регламентируют строительство, в том числе и разрешительную сферу. Андрей, в федеральных законах не прописано, что Уфа город особый, стоящий на пустотах. Я же об этом пытаюсь. Сначала пропишите, а потом размышляйте об этом. Пока нужно следовать в русле федерального законодательства. Понимаете? Тогда объясните, почему ни одна власть, которая менялась у нас и в Уфе, и в республике, почему ни одна власть не озаботилась с составлением подробной карты карстной пустоты. Потому что у нас плохая власть. А сейчас особенно плохая. Это было выгодно системе, которая сложилась... Им не хватает ни ума, ни фантазии для того, чтобы этим пользоваться. Андрей, это было выгодно системе, которая сложилась годами. Застройщик, чиновник... Вы противоречите сами себе. Вы только что, буквально несколько минут назад, говорили о том, что было бы здорово попользоваться этой карстовой картой для того, чтобы там это запретить, то запретить. Нет, это объяснить. Если бы мозгов хватило у власти для этого, они бы сделали. Но у них не хватило мозгов. Ну, может быть, сейчас они услышат, и, может быть, сейчас хотя бы закажут карту пустот карстов. Вот я о чем говорю. Позвоните Ренату Рашидовичу, вдруг он займется делом. Ведь нет. Дело в том, что на моей журналистской памяти за последние 20 лет не один уже геолог поступал с тем, что нельзя в Уфе строить. Нельзя дальше в Уфе строить. Вот о чем. И все эти строительные войны, точное строительство, это все можно перевернуть с головы на ноги. Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что Ренат Рашидович не просто хочет остановить строительство. Да, Аллах не за этим баширом. Ну, что в самом деле? Мы его как какое-то олицетворение власти используем. Он же не просто хочет остановить строительство, он хочет заменить одного строителя на другого. Я понимаю, я его не оправдываю. Это совсем другое. Я понимаю все его, скажем, тайные умыслы, возможно. Возможно, за ним стоят другие люди. Носков правильно сказал, что идет переедел строительный рынок, я с ним тоже согласен. А здесь ничего общего с безопасностью нет. Но, ребята, Уфа может в какой-то момент просто обрушиться вниз. Мы об этом-то думаем или нет? Будем надеяться, что этого не случится. При нашей жизни, да? Да, при нашей жизни. А застройщики, которые богатенькие, они будут жить в теплых краях или в туманных странах? По соседству с Ренатом Рашидовичем, кстати. Ну, может быть. И они там будут. Вероятнее всего. Они потом будут вместе посмеиваться по хорошим, так сказать, бокалам хорошего, дорогого вина над нами, которые остались жить. И без запрещенного для нас хамона. Да, и хамона тоже. Да. Андрей. Ужасно это, всем согласен. Я хотел, конечно, сегодня переговорить и о предстоящих выборах, но остается тут буквально 4 минуты. Ну, за политику позже. За политику позже, наверное. Андрей, вот глядите. Разговор, в принципе, был у нас в чем-то хаотичный, в чем-то сумбурный. У вас своя точка зрения. Вы поднатарели в этом строительных делах. Вы все знаете, у вас инсайд, информация всякая есть. Я же судил, как простой уфимец. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сегодня обсуждали, оно в принципе когда-нибудь возможно? Как вы думаете? Ну, вы имеете в виду, поправимо ли все это? Да, конечно. То есть сейчас надо прекратить воевать, сесть за стол переговоров и понять, в чем проблема. То есть сейчас обе стороны, у них глаза застило, как будет по-русски, не помню, значит, ярость. Никто не слышит друг друга, никто не видит и не понимает аргументов. Вот, значит, у них война. Войну надо прекращать. Война не даст никакой пользы, война не даст никакого результата, будут только потери. Причем, как обычно, потеряют простые люди. Говоря по-пацански, а если Баширову западло, садить за один стол с носковым? А его надо убрать тогда из переговорного процесса, вот и все. Чтобы его это не коробило и прочее, что... Но ведь носков тоже не святой. Мы же помним, как он снег историческое издание. Безусловно, нет. Кто говорит, что застройщики, святые люди, благотворствующие и благодетельствующие? Да, конечно, нет. Это бизнес, как всякий бизнес, имеет нарушение, как всякий бизнес, имеет проблемы. Давайте их искать, давайте их решать, давайте их прекращать, эти нарушения. Кто против-то? Речь идет о том, что здесь же речь шла не о том, что у вас там неправильно стоит забор, вот мы вас штрафуем на 100 тысяч, исправляйте. Этого вопроса нет, к этому застройщики привыкли. То есть, ну, и они где-то осознанно нарушают правила, где-то там готовы что-то, значит, там, внести какие-то потери и так далее. Сейчас вопрос принципиальный встал. Вы не будете здесь работать. Вот что. Это так нельзя. Но это гримаса сегодняшнего дня. Да, конечно, это гримаса конкретной команды, конкретно неправильно подобранных людей для процессов. Я думаю, что найдется политическая воля это исправить. Когда, пока мы ждем, когда завершить строительство восточного выезда, где, в какую сторону лучше сегодня Уфе развиваться? Ну, сложно, там военные земли. Не даю таких ответов, потому что тут я вам не сарапываю, я не буду давать таких решений. Нет, я к тому, что я некомпетентен. Соответственно, я не буду давать такие вещи, то есть, как можно такие громкие заявления делать. Хорошо, значит, вы придерживаетесь далеко не оптимистичных таких вот ожиданий от сложившейся ситуации на строительном рынке Уфы, так? Ну, откуда взяться оптимизм, если мы видим вот такие вот разрушительные и, в общем-то, неконструктивные процессы пока на рынке? Вот сейчас идет речь о совершенно неправильных. У нас в стране кризис, а мы тут воюем. Хорошо, скажите, да, вот у нас буквально минутка осталась, и та сторона, и эта сторона, в чем они правы, в чем не правы? Ну, условно говоря, надо бороться с точными застройками. Абсолютно истинно. Нужно развивать и помогать местному бизнесу. Абсолютно верно. Нужно находить всегда взаимодействие между администрацией города и крупными строительными компаниями. Вот этот набор истин, если обе стороны будут их разделять, а они в определенной степени, как каждая из них, не согласны с некоторыми из этих тезисов, вот когда они придут к этому общему знаменателю, и когда они будут исповедовать вместе вот этот набор истин, вот тогда наступит какой-то, ну, пускай там, может быть, зыбкий, но мир между ними. Хорошо, вы, Баширов, отказываетесь в том, что он может стать посредником, которого примут обе стороны. Он уже все испортил. Хорошо, а кто, по вашему мнению, может стать таким посредником, который примирит эти обе стороны? Ну, в равной степени ими могут стать и Абдрахимов, и Назаров. Вот если вы просите от меня конкретных фамилий, то есть оба эти человека в равной степени компетентны и способны разрулить эту ситуацию. И здесь, упаси бог, самому Хабирову этим заниматься, иначе он опять будет выглядеть нехорошо, его и так втравили в эту историю, на шата Ростовели. Понятно. Вот готовый рецепт. Не знаю, получили, скажем, полный ответ после нашего сегодняшнего разговора дольщики, но, тем не менее, мы постарались максимально поднять эту проблему. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Не объясуйте, если что-то было не так. Спасибо.